Обстановка на юге Москвы Россия не просто оккупирована кучкой путинских спецбандитов. Она еще сдается ими в аренду. Как доморощенному криминалу, так и приезжему. И если свои бандиты еще подумают, пускать в ход ножи или нет, то у приезжих менталитет такой, что подобный вопрос даже не возникает. На фоне миграционной политики, носящей в основе коррупционную составляющую, и возникают Кандапоги, Пугачевы, а теперь еще и Бирюлева. А за что? Что они сделали? А что сделали? Они ничего не сделали. Вы что, закорили? Я живу в Бирюлево 75-го года. Три раза. В течение семи лет. У меня три заявления в 157-м отделе милиции. А кто нападал? Чурбаны. Один раз азербайджанец и два раза. Гражданышки, вы на горло не берите здесь. Я говорю, что есть. Я вас предупреждаю, полковник Запрыгин. Я вас предупреждаю здесь. Если вы начнете здесь провоцировать молодежь, вы будете задержаны. Понятно? Все. Всегда не ведите, пожалуйста. Не, ну а детей-то за что? Я вам все сказал. Я вас предупредил, пожалуйста. Не, ну она ничего не провоцировала. Так, под камеру. Амон, под камеру. Предупреждаю женщину. Беспредел. Что еще можно комментировать? А кто его чинит, беспредел? Как кто? Кто-кто? Ясно кто? Наша любимая. Наша любимая власть. Да. Ну а что еще? И что теперь делать? Что теперь делать? Трудно так однозначно сказать, что делать. Ну, точка кипения, наверное, уже близка. Я боюсь, что это будет невозвратно. Вот эти люди, которые прессуют. У них тоже есть дети, близкие, родные. Они забывают, они думают, что они боги. Но они далеко не боги. Кремль не знает, как реагировать на спонтанные проявления гнева. Слишком долго болезнь загонялась внутрь. Посему полиция не стала ждать, когда вскипит разум возмущенный, а приступила к превентивным задержаниям. Хватали всех подряд, кто попадал под представление начальства о русском экстремизме. Молодой, бритый, слегка подвыпивший или даже трезвый. Или вообще возмущенная девушка. Один за всех, и все за одного! Один за всех, и все за одного! Происходит просто преступление со стороны полиции. Потому что по закону о полиции полицейский должен представиться, по первому требованию предъявить свое удостоверение, сформулировать причину задержания. Я вот сейчас лично присутствовал, смотрел, набили пять вагонов, просто так людей брали, ни с того, ни с сего, никто ничего не делал. Никому не формулировали причину задержания, никому не предъявлялись. То есть идет грубейшее нарушение закона о полиции со стороны самих полицейских. То есть это преступный режим, оккупационный режим. Вот я смотрел с возмущением, подошел к полковнику, по-моему, к Сапрыкину, и говорит, слушайте, ну а сформулируйте, почему берете человека. А мне говорят, это его тоже забери. Я говорю, а корреспондент показал действительно, говорит, ну ладно, говорит, черт с тобой. Я говорю, ну вы же должны закон выполнять о полиции. Бесполезно! То есть происходит просто, вот преступность вот на наших глазах, вот все видят. Ни одного человека, кто сделал бы хоть какое-то хулиганское действие, не было. Набили, просто брали вот пальцем, кто подошел, там ребят, и вот машину набили и увозят. А вот зачем власть это делает, на ваш взгляд? Зачем? Запугивает, запугивает. Она сама боится. Путин ведь очень боится сейчас. В Кремле там сидит, там штаны, наверное, мокрые. Боится и хочет запугать население. Ну это же вообще преступность какая-то. А как, извините, они будут к русским относиться, если русская полиция вот так относится к русским гражданам? Если русская полиция, допустим, да, которая должна меня защищать, она меня же здесь же готова буквально втоптать в асфальт. Как после этого на меня будут смотреть вот эти вот азербайджанцы, от которых... Да, у меня нет прав, этот азербайджанец ко мне подходит, он может меня лапать, он может меня изнасиловать, он может меня затащить куда-то. Кого будет полиция защищать? Почему она защищает их, а не меня? Господин Путин и его правительство, господин Колокольцев, господин Ромодановский, который является главой Федеральной миграционной службы, должны понять, что либо они сделают все как надо, ну, либо по России пойдет спутник, а он будет нести погром. Всего у метро Пражская было задержано от 70 до 100 человек. Как всегда, в автозаке загоняли следствие, а не причину. Но даже рядом с полицейскими уже звучали слова о революции. Народ ее жаждет, но пока не знает, как совершить. И когда это случится, политтехнолог Сурков будет вытирать горючие слезы со щек своего патрона, ностальгируя о мирных шариках и белых ленточках. В течение полутора часов очаг гражданской напряженности у метро Пражская был локализован. Так что никто не мог помешать проходу спецухи, гэбухи, ОМОНа и немногочисленных граждан с журналистами. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ